всем привет вы на канале тренер хапаев поскольку я сейчас травмирован у меня завтра предстоит операция на колено чтобы время не терять у меня информации много я хочу делиться тем что я наработал сам то что я пропустил через себя что я знаю сегодня поговорим о кистях проблема у меня в кистях ограничения подвижности то есть у меня у меня трудно делать супинацию пронацию то есть я не могу выворачивать руку вот туда дальше я не могу делать отжимания потому что у меня не гнется здесь уже забита остеофитами здесь немножко получим тоже испытываю напряжение но при всех моих ограничениях которые наработаны годами уже и при всей неприятности вот ситуации с кистями я в этом я этими кистями ломаю гвозди поднимаю большие веса на бицепс тяну становую тягу в общем-то сила хвата у меня кстати говоря по силамир у меня очень средний показатель то есть не в не выдающийся но во всем остальном я достаточно хорошо чувствую свои кисти и я много думал и пытался понять как все-таки сделать их еще универсальнее как еще лучше сейчас я подскажу пол покажу не вариант 1 ну для амортизации для амортизации дело в том что многие путают когда у них работают кисти с тяжелыми весами вы беретесь за гриф подтягиваетесь на турниках и вы чувствуете что нужно еще нарабатывать силу но тут есть один минус вы теряете универсальность своих мышц связок сухожилий в кистях то есть вы заточены только на силовой показатель а наши мышцы должны еще работать как стабилизаторы и как амортизаторы здесь очень много всевозможных связок сочленений хрящевых поэтому это очень сложная конструкция в руке и она должна уметь амортизировать поэтому я вам сейчас покажу ударную технику а чтобы проверить мои слова те кто имеет ограничения кто имеет некоторую такую знаете я называю ватное состояние в руке вот бывает так что очень тяжело сжать просто кулак это кстати к силовикам относится то есть после больших физических нагрузок прямо очень тяжело ну мышца устала да как ее расслабить как ее ввести в состояние тонуса и что нужно делать в промежутках когда вы немножко хотите разнообразить от физических нагрузок дать другую другой вектор другое направление вашим кистям самое простое вы можете сразу сейчас попробовать вот у кого есть эта вялость подавленность кистях вы можете вот так потрясти расслаблено и вы сразу почему буквально там 15 секунд 10 секунд там ну 30 секунд потрясли и вы почувствуете что ваши пальцы ожили но я предлагаю чуть чуть дальше пойти и положить если вы в частном доме ничего страшного если вы где-то у меня частный дом если вы где-то не любите соседей это тоже хорошо а если вы любите соседи значит сделайте звукоизоляцию и работайте вот таким образом в любых вариациях в любых вариациях можете вместе можете барабанить можете работать тыльной стороной внешней стороной как вам удобно то есть здесь нету никакой закономерности вот вам тут пронация супинация это ударная техника это уже ударная техника с расслабляющим вот таким фактором когда у вас есть расслаблена вы бьете то есть все кости здесь все хрящи начинают автоматически то есть скорость вы тут скорость такую создаете что мозг начинает соображать что надо как-то защищать вот эти хрящи и сухожильная часть мышечная часть начинает включаться в работу и защищать ваши ваши хрящи ваши пальцы и давать некоторую свободу вы буквально тоже там 30 секунд если постучите то вы почувствуете что ваши кисти готовы уже там ну грубо говорят на турник вешаться можно уже хват ощущать такой более сильно поэтому любые воздействия вы можете использовать можете придумывать свои какие-то вариации ну и конечно если стоя то вот такие набивания расслабленными кулаками не надо сжимать просто для того чтобы и не надо сильно бить ну на начальной хотя бы этапе вы должны приучить ваши руки вы же на руках не ходите да то есть ноги у нас как амортизаторы работают кстати очень плохо потому что доказательство это то что я порвал сухожилия но руки на руках мы не ходим поэтому вот такие ударные техники расслабленным кулаком и не сильно даст возвод возможность вашим мышцам работать как амортизатор понятно что вы здесь укрепляете и связочный сухожильный аппарат и конечно хрящевая ткань начнет думать что надо как-то усилить свои клетки да как-то надо коллагенчика побольше засунуть вашу хрящевую ткань то есть начнет формироваться ну то есть почему у нас формируется там хорошая синориальная жидкость почему у нас хрящевая ткань хорошим потому что управляемый стресс то есть вы создаете нагрузку и там начинает механизмы защиты вырабатываться никакого сжатия то же самое ребром здесь плотный поролон общиты дермантином можно потом взять немножечко пожестче конструкцию здесь такой уже прессованный поролон включили фильм какой-то и спокойно нарабатывайте руки расслаблены не напрягайте не сжимайте то есть все в таком состоянии раскрепощения потому что ваша ну ваше желание расслабить руку вот в таком состоянии потрясти не вполне может быть достаточно потому что мышцы зажаты вы слишком сильно затянуты перегружены предплечье перегружены и вот эти потряхивания они могут быть не очень качественными поэтому я вам предложил через такую ударную технику расслаблять кисти и заниматься про нации супинации вот попробуйте сразу же да и вы почувствуете как вы ощутите по-новому ваши кисти и если говорить уже о такой физической нагрузки то тоже не надо там что-то придумывать сверх естественно достаточно бутылки воды вот треть отлили да и вот такие вращения или к шейкерам когда вы мешаете да шейкер можно налить воду взбалтывать вот только в кого тяжело дается я знаю что вы смотрите те которым тяжело дается это вот вы один раз попробуйте и вам это будет тяжело я вам гарантирую что если вы месяц поработаете таком положении меняя меняя она имеет разную форму здесь удобно держать здесь уже пошире хват здесь неудобно вы можете вот так включать в работу вашу кисть и за счет того что вода переходит она создает такую эксцентрику и нагрузка все время разное вы берете за разные края и по-разному идет работа на кисть ну если уже завершить эту тему то давайте вот я взял гриф от гантели абсолютно не надо ничего вешать на первом этапе достаточно просто поработать вот таким металлическим стержнем может быть нету грифа а просто вот такой стержень найти мотать тряпочки посредине и поработать на вращение не надо тяжелый потому что вы опять будете заклепощать руку то есть вес должен такой быть очень комфортный чтобы можно было много повторно делать эти движения вот чтобы это было не навязчиво самое главное не надо считать ничего просто делаете фильм включили какой-то и вот там пол фильма вы работаете с кистями привыкайте с возрастом чем вы старше становитесь тем больше надо тренироваться все спасибо за внимание завтра я иду на операцию поэтому обязательно уже завтра из палаты сделают какую-нибудь запись как восстановлюсь после наркоза всем пока